Я, конечно же, доволен, но при этом, как и у многих людей, мне всего, конечно, чего-то бывает такое, что не хватает. Мне постоянно поступают мысли от моего внутреннего голоса, что того или иного мне мало. И при этом я понимаю, что никогда не будет такого, что мне всего будет хватать. Как только увеличиваются какие-то, например, возможности, увеличиваются и мои потребности. То есть становится больше денег, ты начинаешь есть более дорогую еду или покупать более дорогие вещи. И мы можем увидеть это на примере каких-то действительно богатейших людей, что все равно это как бы запросы, они растут, растут, растут. И поэтому, понимая это, я стараюсь быть просто довольным тем, что у меня есть на сегодняшний день, то, чем Бог меня благословил. И это не только материальные какие-то вещи мое, там, жилье, автомобиль, там, хорошая работа. Это также люди, которые меня окружают. Вот. Я считаю, что это во многом подарок от Бога, что я это не заслужил. Вот. И также я думаю, что вопрос быть, например, довольным или недовольным в жизни – это выбор. Ты можешь выбирать, быть тебе довольным или нет. И поэтому я стараюсь именно такой выбор делать. Не проходит, наверное, и дня, чтобы я не думал о Боге. Вот. То есть так или иначе, даже в процессе того, что я делаю, там, в процессе работы, у меня такое ощущение, что он все равно все время рядом. Вот. И я как-то неразрывно живу от него, даже если я там поступаю по-своему, а я не так, как, например, я знаю, хотел бы, может быть, он и то, как там написано в Библии. Вот. И на сегодняшний день решение, которое я принимаю, ну, я стараюсь, чтобы в этом приоритетном мнении было мнение Бога именно. Вот. Потому что есть там мудрость этого мира, да, вот. Мудрость, там, основанная на опыте, да, еще на чем-то, вот. Но есть мудрость, которая есть только у Бога. Поэтому я все время стараюсь ориентироваться на Его истину. У меня на тот момент, когда я стал узнавать о Боге, таких кризисных моментов не было, не было никаких пиков. Но, тем не менее, я все время, то есть, искал смысл в жизни. И когда я размышлял, например, о каких-то материальных вещах, я все время упирался в стену. Например, когда ты думаешь о каких-то материальных благах, которые больше, дороже, да, то есть, когда у тебя решен полностью, там абсолютно жилищный твой вопрос, когда ты доходишь в своих мыслях, что у тебя уже есть самый лучший там дом где-нибудь на побережье или еще что-то, да, то, о чем ты можешь там только мечтать. Я все равно упирался в стену, а что дальше? То есть, рано или поздно это все равно будет обесцениваться в моих глазах, и в какой-то момент это все равно станет скучным. То есть, невозможно жить ради вот этих вот материальных вещей. Также я думал насчет близких людей. То есть, когда смысл жизни заключен в каком-то близком человеке, и ты живешь только ради него, люди тоже не вечные. Так случается, что мы живем и умираем, и когда, например, уходит близкий человек, так если весь смысл, он заключен только в нем, то ты лишаешься в жизни этого смысла. И, ну, многие это очень тяжело переживают. Есть там пара, то есть, ушла жена, и после этого муж, например, там реально просто спился, да, там множество других примеров. Вот, и в этом смысле я тоже упирался в стену. И должен был быть смысл жизни, какое-то нечто более глобальное, что-то вечное. И я познакомился с Иклюшиным Иваном, мы стали общаться. В течение года мы много о чем разговаривали. Также я познакомился с окружением, познакомился с ребятами, которые были верующие, и видел их жизнь со стороны. Конечно, я не видел всю их жизнь, да, но то, что я видел, мне нравилось. И потом я, значит, поехал на мероприятие под названием «Энкаунтер», там покаялся, и после этого стал ходить в церковь, стал уже там, еще через год я покрестился, и с того момента, и до сегодняшнего дня я с Богом. Как такового переломного момента не было, по крайней мере, я его не помню. Но если все-таки постараться выделить этот момент, то он был уже позже, после того, как я начал посещать церковь. Я думаю, что это, наверное, через где-то, может быть, пару лет уже моего посещения церкви. Я думаю, что осознание, что мне нужен Бог, и моя жизнь без Него, в принципе, невозможно, пришло, когда в церкви мне многое стало приедаться. То есть проповеди пастора уже стали однообразные. Значит, мне казалось, что я это уже много раз слышал, что ничего нового уже нет. У меня становилось скучно. Я стал замечать, значит, недостатки людей. Стал обращать большое количество внимания на это излишнее. Стал, ну, как бы, переживать по этому поводу. Вот. И, в общем, меня начало просто бомбить. И я стал смотреть по сторонам. То есть куда пойти, что вообще, что-то, может быть, что-то еще, может быть, что-то лучшее, что-то альтернативное. И вот осознание пришло тогда, когда я, смотря по сторонам, понял, что особо некуда идти на самом деле, что мир не может мне предложить того, что мне предлагает Бог, то, что он дает, например, тот мир в сердце, который может дать только Бог, такой сверхъестественный. Ну, вот в этот момент я, наверное, осознал и уже как-то по сторонам смотреть перестал. Безусловно, как у многих людей, такие моменты были. И они есть, и они будут, скорее всего, мне кажется, всегда они будут. Эти сложности, они связаны, ну, если говорить про сомнения, то у меня были сомнения, у меня были сомнения в вере, вера слабевала, вот, и у меня были сомнения по поводу моих каких-то сил, моего вообще, моей самооценки. И я старался как-то слушать какие-то проповеди, вот, искать, то есть какие-то варианты. И хочу сказать, что, ну, важно в такие моменты понимать, кто ты вообще есть на самом деле, кем тебя Бог считает. Вот, считает он тебя уникальным, вот, каким он тебя создал. И любит тебя особенно. Поэтому вот в какой-то момент эту мысль я еще раз услышал, в очередной раз, и она легла. И я как-то себя проассоциировал именно вот с тем, кем меня считает Бог. И от этих сомнений удается таким образом уйти. И также хочу сказать, что важна поддержка вообще окружающих тебя людей. То есть комьюнити, вот, когда тебя окружают верующие люди, которые понимают, с чем они сталкиваются, понимают тебя. И вот такая поддержка, она очень важна. Поэтому в одиночку вообще победить и выжить сложно. Я верю, что нужно больше проводить время с Богом. Именно личного времени, вот, как это называется, в тайной комнате, когда ты просто уединяешься. И когда ты свои проблемы, которые есть у тебя, не носишь в себе, а ты открываешь их Богу, вот. И не делаешь так, как сделал Адам в самом начале, когда он съел это яблоко. То есть первое, что он сделал, он спрятался. Ну, вот, поэтому очень важно открывать то, что у тебя есть на сердце Богу. И он дает на это ответы. Значит, я думаю, что нужно быть... То есть, ну, это может помогать какое-то служение в том числе. Когда ты служишь другим людям, когда ты служишь, например, в церкви, это помогает тебе быть в тонусе, да, это помогает тебе самому насыщаться. То есть когда ты, например, кому-то рассказываешь о Боге, когда ты просто действуешь так, как действовал Иисус в свое время, да, беря Его поступки за пример, первое, что приходит на ум, это, конечно, избежать тех ошибок, которые ты сделал. Это, наверное, стандартный ответ. Ну, безусловно, те ошибки, которые я сделал, конечно, я постарался бы их избежать. Другое дело, что ошибки я бы все равно делал, и я бы постарался, наверное, чтобы они не были такими глупыми. Вот, то есть люди ошибаются все, я знаю, что я еще буду тоже много в чем ошибаться в будущей жизни. Вот, просто хотелось бы ошибаться в чем-то, может быть, как-то более значимом, более чем-то серьезном. Вот. Ну, если про предыдущую жизнь говорить, что бы хотелось изменить? Я знаю много чего. Чистил зубы с раннего возраста. Если бы это от меня зависело, лично с Богом познакомился бы намного раньше. Это бы сильно повлияло на все, что потом происходило. Больше слушал, что родители мне говорят. Я думаю, что был бы смелее во многих поступках, потому что многие вещи, которые могли бы произойти, но не произошли, их причина была какой-то страх, какое-то бездействие. Бог на уровне личного откровения дал мне причину вообще жить, дал смысл жизни независимо от тех обстоятельств, которые происходят вокруг. за вот эту надежду и за его любовь, которую он дает, несмотря на вообще внешние все обстоятельства. И надежду не только в этом мире здесь, на Земле, но и за надежду в вечной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова